я говорю о типовых ситуациях по конфликту интересов и мы на практике с вами сегодня разбираемся что с этим делать основные виды конфликта интересов возникают между участниками общества да это уже речь идет о частных обществах у коммерческих об обществах с учетом конечно же участие госслужащих с учета с учетом бывших госслужащих примеры будут чуть чуть попозже обратите внимание между органами управления общества и его участниками конфликт интересов гендиректора правления собственники органы управления руководители подразделений сотрудники общества и клиенты очень важный момент и тут включается должная осмотрительность посмотрите как комплайн-системе все переплетено конфликт интересов иерархии ответственности каскадирование ответственности должная осмотрительность все это вместе взаимодействует почему мы называем комплайн-системой обществом и руководителями подразделений сотрудниками общества при осуществлении ими должностных обязанностей продолжая тему ключевых тему ситуации конфликт интересов я вам приведу пример ряда ключевых областей регулирования в которых возникает возникает конфликт интересов и он является наиболее вероятным обратите внимание выполнение отдельных функций в отношении родственников или иных лиц а вы кстати дальше у нас есть слайд где вы поймете что родственники это очень большая цепочка людей о которых мы вы может быть даже и не каждый день вспоминаете но в точке с точки зрения конфликта интересов это очень важно чтобы вы не попали по недоразумению по недомыслию об этом вот такую неблагоприятную ситуацию конфликт интересов и вот эти лица с которыми связана личная заинтересованность они должны быть у вас под вниманием выполнение иной оплачиваемой работы кроме основной ну при например совмещении каких-то подрядов может быть фрилансе можно это у вас в организации нельзя это первостепенно в данном случае мы рассматриваем конфликт интересов если это возможно то при выполнении дополнительной работы обязательно обращайте на это внимание дабы заблаговременно уведомить своего работодателя владение ценными бумагами банковскими вкладами и другими это также важно с точки зрения держать под вниманием среду где есть возможность наступления конфликт интересов получение подарков услуг имущественные обязательства судебное разбирательство риски привлечения к ответственности явное нарушение установленных запретов например использование служебной информации получение наград почетных специальных знаний одно за исключением научных в том числе иностранных различных знаний значит название званий и в данном случае важный момент здесь понимать не будет ли это вашим конфликтом интересов с вашим работодателем и особенность с точки зрения конфликта интересов в госслужбе взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с государственной службы нередко в безопасности у юристов нередко в бухгалтерской сфере налоговой компаниях работают сотрудники правоохранительных органов бывших сотрудники бывшей налоговой инспекции и другие поэтому здесь есть всегда нюансы по поводу рассмотрения этой ситуации с точки зрения конфликт интересов друзья речь идет не о том что это все запрещено поймите правильно речь идет о том как поступать соответствующие вот при обнаружении таких признаков конфликт интересов пожалуйста обращайтесь к руководителю департамента партнерских отношений национальной ассоциации compliance вы можете узнать больше по карте рисков о нашим возможностям взаимодействия по корпоративному обучению при организации тренингом формирование системы compliance и собственно говоря направлению конфликта интересов либо по инструменту compliance став в частности александр громов всегда на связи вы можете направить письмо мне либо на наш общий адрес и мы с вами обязательно пообщаемся друзья я желаю вам прекрасного настроения хорошего осознания что вы можете у себя практически применить рады будем с вами познакомиться пообщаться в профессиональной среде всего доброго до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...